Прошу общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенные гражданские контроли, в том числе опираться на общественные экологические инспекторы. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер. У нас дешевая рабсила, дешевый лес и дешевый газ. И они нас просто уничтожают. Естественно, самая больная тема – это рубка леса. Нам говорят, что у нас вообще все замечательно, все хорошо, и продолжается вот эта вся катавасия. Реакция «Момент истины» продолжает цикл передач, посвященных экологическим проблемам России. Сегодня у нас в гостях общественный экологический инспектор Росприроднадзора Дмитрий Сапилкин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Ну как, Егоревск, Электрогорск? Как ваш поездка? Конечно, находимся под впечатлениями от увиденного, от услышанного. Чем занимается компания «Кроношпан»? ДСП. В простонародье с использованием химических элементов, клеи, различные присадки. Как я понимаю, основная проблема в этих присадках, в этой химии. Мы приехали, мы ощущали этот запах, воник. Чем пахнет? Чем пахнут деньги? Ну, это неприятный запах, то есть это… Как бы мы находились на полигоне, как будто мы стоим на полигоне. А грязь есть, почва отравлены, не отравлены. Вот на ваше впечатление, вы все-таки специалист. Жидкость, ну, жидкие отходы, которые скидывает сразу на грунт, а что запрещено… Как, скажите, завод сливает на грунт? На грунт, да, то есть такая траншея, большая траншея от завода. Так, вот обнаружили сток воды. Сейчас переходим вот эти вот опасные склоны. Не набрал, нормально? Да. Просто сливают на землю из завода. Из завода. Европейски ориентированного завода, которые дочерние компании европейского бизнеса. Перед тем, как приглашать специалистов в ЦЛАТе от Роспотребнадзора, мы делаем разведку. Мы приехали, взяли пробы, сейчас передали сегодня их в лабораторию. Активисты национального экологического корпуса предоставили в лабораторию три пробы почвы, три пробы воды. Концентрация формальдегида, которую мы обнаружили в воде, ну, на моей памяти такая концентрация первый раз, если не брать техническую воду. Если такая вода попадет в природные источники, то это будет большая трагедия, конечно, и для природы, и для человека, не дай бог. Давайте проведем нормальное исследование, посмотрим, что это за вода, действительно, серию исследований, чтобы понять, что это не случайная концентрация, обнаруженная в данных пробах. С южной стороны завода, куда это предприятие планировало расширяться, они сделали запрос на выделение 92 гектаров, чтобы расшириться, вырубить лес. Нахожусь в поле, которое прилегает к южной части завода Кроношпан, и здесь наблюдаю следующую картину. На нескольких десятках гектаров земли спилены деревья 5 метров и выше. Это вот так спил, конечно, это либо в прошлом году, либо в позапрошлом. Это тысячи деревьев. Вырублены сосны от 5 и выше метров, вырублены с южной части. То есть это такой предпринимательный захват территории? Да. Вот что бы было с таким предприятием, если оно в Европе точно самое подчебучило? А у нас почему так не происходит? Почему в нашей стране... А почему местные чиновники покрывают коррупцией? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Егоревск. Егоревск. Там стоит большое предприятие. Большое предприятие в разы больше, чем в Электрогорске. Основным источником сырья для Кроношпана является древесина, которая используется при изготовлении дерево-струсочной плиты. И Кроношпан использует ее в гигантских объемах. Там, где не тушат пожары, это означает, что это кому-то нужно. Значит, нужно скрыть либо воровство леса, либо какую-то еще преступную свою деятельность. А мы с вами дышим тем воздухом, который сейчас невозможно даже выйти на улицу. Люди задыхаются. В то время, когда в Иркутске и в Красноярске горят леса, мы вырубаем древесину у себя под носом. Вырубаем легкие города Москвы и Московской области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редакция отправила свой без малого трудовой десант в город Уфу. И находится третий завод компании Кроношпан. Евгений, здравствуйте. Как Уфа? Здравствуйте, Федор. Уфа цветет и пахнет. Чем пахнет-то? Химией. Химией от завода Кроношпан. От выбросов из завода Кроношпан. А голос народа какой? Что люди говорят? Люди уверены, что экологическая катастрофа – это вопрос времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это будет страшная трагедия. Основная претензия 6 лет назад, когда началось строительство, это то, что жители заметили в ближайших районах, что на территорию вот этого сельхозполей привезли какое-то ржавое оборудование. Как потом выяснилось, действительно оборудование ржавое и горелое с британского завода Саная. Жители здесь с детьми и детские были митинги. Здесь стоял лагерь протестный. Потом голодовка была 33 дня под охраной милиции. Когда мы боролись с строительством этого завода, строили тут полученный лагерь разбивался, блокировался завоз оборудования. Потом на меня иски подавались, многомиллионные корпорации, когда наш панель не давал строиться. В концовке нам пообещали, что на эти трубы поставят нанофильтры, которые не будут пускать эту пыль. И все будет в рамках экологии. По факту, ну, 3-4 раза в месяц из дома невозможно выйти с ребенком погулять. Это жуткая вонящая опилок, это и химия. Сколько мы тут боремся, вот потом удивляемся, почему наши дети слушают Навального. Удивляемся, почему площадь сахара полная. Конечно, не знаю, например, у нас эти законы точно не соблюдается в отношении к Рынашпану. На что еще обращали внимание экологи-активисты Уфы? Завод долгое время работал, так сказать, в тестовом режиме, но на полную мощность. Чтобы просто актуальную эксплуатацию не подписывать? Тестовый режим нужен для того, что нет предприятия, нет проверки, нет нарушений. Но продукция выпускается, продается, завод работает. Деньги зарабатываются? Деньги зарабатываются. А фильтры? А фильтры можно и потом поставить. Это же низость. Это низко характеризует предприятие не только с точки зрения его соблюдения им экологического законодательства, но и с точки зрения отношения к своим сотрудникам. Вот если они так относятся к своим работникам, что же говорить о людях, которые живут вокруг Рынашпана? Они, значит, говорят, что не пущено в эксплуатацию, вот, и до сих пор не пущено в эксплуатацию, вот, а запахи-то идут. Было однажды зимой, утром все просыпаются, это было в марте месяц, и весь снег перед 8 марта был желтого цвета. Причем такие полосы шириной метр, вот, по всем огородам. Как будто, знаете, здесь не просто дикая Африка, где вообще нету людей. Вот какие выбросы прямо на нашу деревню. Они черные. Вот, что самое интересное, что если просто, просто что-то там легкое, то это белый пар идет, а идет-то черный. То есть этот завод вообще совершенно нарушен множеством законов. Закон о переводе земель, закон водный кодекс, окружающей среде. Абсолютно все законы. Получается, геноцид против населения. Это что такое? Самое главное, они не могут ни до кого достучаться. То есть никто их не слышит. Ни власть, ни руководство Кроношпана их не слышат. Все от них отворачиваются. Прокуратура. Прокуратура, отписки. Тишина. Опять взятки? Опять коррупция? Опять покрывают. Это такая вот российская, так сказать, особенность. Вот так вот ведется бизнес в России. Какие еще действия предприняла редакция? Национальный экологический корпус работал вместе с нами. Он ездил вместе с нами в Уфу. И он взял пробы грунта и воды, которые мы отправили на анализ. У нас сегодня 11 ноября 2019 года. 13.00. Где-то примерно 300 метров 200 от завода Кроношпан. Активисты Национального экологического корпуса взяли пробы. Вам известно, что предпримет Национальный экологический корпус в связи надвигающейся экологической катастрофой? Да. Он собирается обратиться в прокуратуру, собирается обратиться в надзорные органы, чтобы как-то эта проблема решалась. Потому что если ее не решить сейчас, то это бомбанет. Рано или пора. Евгений, вы только что вернулись с круглого стола, который организовало руководство завода Кроношпан после тех скандалов, которые были вызваны в сфере экологии. Как прошло это? Люди много высказывали претензий. Признают проблему? Нет. По большому счету нет. Не признают. И запах, это вонять должно? Ну, ну, и вдержки производства. Уважаемые коллеги, я вам повторял, и в прошлый раз рассказывал, что данное оборудование установлено в соответствии с российскими нормами и правилами. Данный проект сделан Кроношпаном, он был сделан предприятием, которое было до нас. Это все очень правильные, красивые слова, с этим никто не спорит. Это факт. Но фактом является то, что город и дачники задыхаются. Вот есть один факт. Фактом является то, что в воздухе пыль. Огромное количество пыль. Понимаете? Вот это факт. Я много занималась формальдегидом, вытяжкой от пресса. А у нас формальдегид поступает от пресса вместе с горячей смолой. Невозможно установить там фильтры, потому что смола кристаллизируется. Если вы установите единственное, что вам переложат, электрические фильтры, их хватит на месяц. Каждый месяц менять фильтры, если вы не знаете, вы вылетите в трубу. На выставках подходила к немцам. Они мне отвечали. С этим вопросом. А как у вас? Они мне отвечали. Мы поэтому эти производства размещаем в третьих странах. Я прошу прощения. Я с большим уважением отношусь, конечно, к вам. Но я хочу сказать, что то производственное оборудование, которое стоит там, немецкое, которое несопоставимо с тем оборудованием, которое было раньше, куда даже в дробильную машину руками загоняли бревна, прошу прощения. Какие-нибудь экстасы были в ходе пресс-конференции? Ну, был один интересный момент. То есть где-то 20 минут идет конференция, люди высказывают свои претензии. И тут встает человек и говорит. Я, в принципе, я, как говорится, удовлетворен той работой, которая происходит на уровне предприятия. Молодец. Я уважаю тоже сам. Ну, а хочу, чтобы не говорили за всем. Не говорили за всем. Хорошо? Хорошо, да. Хорошо, у нас, причем положено мнение, как у нас будет. А вы три штуки уже, потому что вы интересны. Переходим к следующему вопросу. Марина Львовна. У меня нельзя. Один очень большой вопрос. Марина Львовна, по какой теме? Вы заметили, как я жертвы, меня на не знаю. Я жертвы, меня на не знаю. Может, если вы слышали, я еще отчет по администрации, потом я дам? Ну, как, 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 как нехорошо к чужому мнению? Надо уважать чужое мнение. Конечно. Прошу вас. Уважать права. Посиди, посиди вместе пойдем. Ну, что такое? Мы обязательно ставим этот кадр в фильм, чтобы было не такое мнение, что есть люди, которые довольны якобы работой Карнашпана, которые стоят, об этом прямо говорят и сразу выходят с этого кругового стола. Шикарно. Вот. И был все-таки еще один вопрос, который поставил немножечко ступик директора Карнашпана. У него не было заготовки ответа? Ну, судя по тому, какой ответ был, заготовки не было. Вот опилки на машинах, про которые говорили. Да, видите? Вот они лежат около тротуара. Вот они лежат вдоль поребрика, да? Это как этим дышать? Как дышать этим взрослым, пожилым, этим? Расскажите нам, пожалуйста, почему вы имеете право нашу благоприятную среду нарушать, нарушая тем самым Конституцию Российской Федерации? Как нам, собственно, дышать? Мы не понимаем. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Я не буду объяснять по поводу щипы ничего, потому что это крупная фракция, никакого отношения к дыханию не имеет. Я прошу прощения, щипа может быть, щипа может быть сыпаться с машины, которую ведет щиповоз. Просто. Это вдоль дороги может быть. Это во дворе стоит. Я вам показала тротуар. Да, вдоль дороги. И вдоль дома, жилого. Достойный ответ на вопрос, на которого не было заготовки ответа. Хорошо подходит пословица молчания завода. Ребята, с момента истины убеждена, что ситуация, подобная ситуация с заводом Корнашпан должна быть так или иначе решена силами средств массовой информации, общественных активистов, общественной экологической организации. Не должно быть так, чтобы вокруг предприятия люди не то, что не могли дышать, а просто имя их жизни была прямая непосредственная угроза. Так быть не должно. Мы предпринем все путем обращения во все возможные инстанции, чтобы ситуация вокруг завода Корнашпан пришла к самому финалу.